привет интернет привет зрители подписчики с вами снова дядя сережка на лады мастера в этом году летом у меня будет юбилеем 20 лет я занимаюсь сантехникой и хотел бы в этом коротком видео поделиться с вами опытом и рекомендациями по планировке небольших чаще всего совмещенных санузлов я считаю что санузел это храм в квартире ну и даже в доме и у него должно быть быть все гармонично все психические приборы расставлено правильно чтобы они не мешали их эксплуатации а то так поэтому если у вас есть острое желание грамотно спроектировать санузел у себя в квартире в доме но вы никак не можете это сделать самостоятельно принять решение то можете обратиться ко мне и кто смотрит на ютубчики внизу будет под видео telegram который вы можете постучаться если я вам помогу с проектированием полагаясь на свой опыт расскажу что куда чего и принципе я уже несколько санузлов сделать я рекомендовал свою планировку собственников и принципе все были довольны как-то так ну и давайте придем сразу непосредственно разборку этого санузла в котором я не принимал участие в планировке которые где мне не дали ничего изменить вот поэтому как-то так и получилось вот и с вас конечно лайк подписка комментарии за такое полезное информационное видео надеюсь так что жду от вас обратная дача но поехали сразу и так санузел находится в студии его размеры примерно метр семьдесят на метр девяносто вот сразу по оборудованию по мебели слева у нас находится раковина с тумбой шириной примерно 80 сантиметров дальше находится душевая кабина 90 90 дальше шкаф где будет установлена пестеральная машина причем будет выше с метров на 50 с чем-то вот и напротив него унитаз с инсталляции коллектору здесь почему такое насыщение коллектора потому что в нашем доме что я обслуживаю здесь ей как бы и нахожусь находится уже на личной площадке находится и грязевик и редуктор давления и обратный клапана то есть на каждую квартиру свои счетчики поэтому здесь такое насыщение конечно конечно бы добавилась и сюда бы еще магистральный фильтр ног клиент поставил только питьевый фильтр под мойкой на кухне значит смотрите дальше гигиенический душ значит смотрите я как руку вилл проект сразу забраковал его потому что по проекту не должна 10 сантиметров выше находится чем положено и поэтому даже мне с ростом примерно метра восемьдесят приходится приподнимать ноги да как как на каблука грубо говоря вот неудобно его использовать что имейте ввиду то есть сантехники установили унитаз выше то вам будет неудобно пользоваться правильное положение унитаза относительно по поводу то сидушка унитаза версии дужки должно быть примерно быть 40 42 сантиметра быть как-то так не крышки а именно сидушки от чистого пола так все на машину пришлось поднимать потому что соответственно йод его из нее используем было бы вообще неудобно и вот то есть нам был как на унитаз заваливаться плюс у нас было переживали что крышка будет упираться унитаз не будет открываться хотя я сейчас вижу тут сантиметров где-то 40 есть 45 вот что крышка спокойно откроется но приподним приподнятом положением стрельной машины конечно намного будет удобнее пользоваться есть шкаф выдержит вибрации стрельной машины дальше мои рекомендации да еще что сказать вот чтобы увидеть за унитазом надо инсталляции проходит стоит канализация поэтому увидите такая толстая получился перегородка 45 сантиметров сантиметров примерно и она проходит выходит где-то здесь потом смещается все это конечно я делал черновую разводку идет и унитаз обратно он инсталляция обратно приходит чтобы не соприкасаться с бачком инсталляции то есть вот все мешалось как-то так и я рекомендовал конечно же унитаз клиенту развернуть сразу напротив раковины то есть сейчас сидя помимо того что ноги поднимаются и от лица примерно 35 40 сантиметров стрельной машины то есть как бы ну не очень комфортно пользу не тазом ну хоть и это недолго до нашей жизни происходит но я рекомендовал развернуть причем унитаз бы заканчивался где-то вот вот так будет заканчивался бы человек спокойно сидел бы где-то вот на этом месте и смотрел бы в зеркало где больше пространства ну как-то больше удобства и могу вам еще сказать вот из своего опыта что унитаз надо ставить максимально лицом то сидячем дайте должно максимально быть лицом к двери то есть это психологически люди сама не будут полноценно сидеть вот неудобно сидеть некомфортно спиной к выходу то есть ну как ты вот так вот не знаю почему но лучше все максимально то есть разворачивать унитаз лицом к двери входной то есть это будет нас намного лучше может быть это знаете из советского пережитка где в этих хрущевках и других квартира где раздельный санузел унитаз будет строго перед дверью то есть это может уже как бы уже на на подсознание уже как иначе как бы в коде днк у нас прописано дальше рекомендации мы были помимо разводить унитаз он был бы на нормальной высоте бы получилось бы душ кабину перенести на ту же стену где стоит инсталляция то есть это вот тоже часто так вот применяется потому что и конечно же либо полукругом либо ромбом душ кабины вот и людям комфортно сидеть ничего не узко никто ничего как бы даже большие дети влезают в пространство между перегородкой и душ кабины на моем опыте был удар в случае что я ставил инсталляцию рядом с душ кабины на 1 на плоскости да и обычно положено для унитаза пространство 90 90 сантиметров то есть санузлы должны быть шириной 10 метров быть вот а при таком использовать даже уме так дома намного меньше то есть 80 даже 70 то есть 70 сантиметров можно быть от допустим душевой до до перегородки то есть от стенки до перегородки потому что у душ кабины ведь ромбом либо полукругом получается что в общем эта часть перегородка вот эта перегородка да она не небольшая соответственно человек даже до него не доходит сидит давно не на унитазе вот и и для нее как больше простора грубо говоря этот шкафчик бы я принес бы налево бы душ кабину направо в чем еще было плюс моего проектирования в том что смесители можно было перенести тот раз вин шахта видите да он вот на вин шахта и и легче было проштробить тем более тем более канализацию я не смог утопить здесь канализационной трубой от по низу я ее не смог утопить целиком только утопил ее на три сантиметра вот позволила мне позволила мне стенка до вин шахта то есть еще она сделана из бетона там с арматуры вот соответственно стенку нарастили на еще это два сантиметра то есть я все трубы мог спокойно уместить особо даже не штробятую стенку она много легче чем здесь вот есть очень матерые арматура хороший бетон в общем и и тем самым как бы то есть меньше мне было работы как бы и сливная система была ближе ближе к стыку что же чем хорошо вот ну раковина сюда никак не избавит можно было поставить сюда шкафами пометь местами или же или же да можно было из того что тут больше пространства сделать совмещенную тумбу и где-то уже здесь вот здесь могла начинаться уже стиральная машина вот дальше здесь богат могли быть тумбочки свои но смысле тумбочки свои быть и сам ящики выдвижные или распашные и здесь тоже могло быть стиральная машина где стоять как-то так но там возможно были бы какой-то там такой же шкафчик может друг другую же формы вот то есть можно было до конца прям столешницу сделать даже так вот сделать до туда вниз было бы тяжело попасть то есть не ниже столешницы был тяжело попасть стиральную машину за стиральную машину но сверху были распашные так здесь вот все акции как это дверцы были распашные вот такой получил санузел сожалению не смог достучаться до клиентов и до дизайне проектировщика видите все следствие да то есть вот причины поняли вы если вам нужно спроектировать санузел вы не знаете как сделать самим то обращайтесь ко мне в телеграмм внизу сентубе если на ютубе пишите в комментариях в общем спишемся я вам подскажу более гармоничное расположение сантехнических приборов также можете чуть 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 еще подскажу вот если вы в пике то и подскажу вам исполнители самые только по стресс куда это не за много уже берусь вот больше я на обслуживание как-то так в общем надеюсь вам было интересно информировал информированное было видео для вас в общем полезно так что знаете что делать очень до встречи пока и и и